Приветствую вас, мои дорогие, с вами Жанна Фетисова. Сегодня у меня свободный вечер, я решила пообщаться с вами, показать вам какие-то покупки, ну и в общем просто поговорить. Кто-то спрашивал у меня, что это такое, это калейдоскоп, муж подарил, это же вы наверное видели его в моих роликах, и мне нравится иногда, знаете, так вот просто медитировать, что-то думать о своем, в общем, вот такие у нас с ним забавные подарки. Сейчас я ужинаю, и вот это не каша, ну хотя да, составляющая здесь есть, здесь есть овсянка сухая, сок яблочный, творог и ложка меда, мне нравится очень такой вкус, он может показаться кому-то странным, да, здесь еще есть отруби. Если есть бананы, я кладу бананы, если есть какой-то, например, йогурт жидкий или ряженка или кефир, я добавляю вместо сока кефир. Вот такой у меня ужин иногда бывает, иногда завтрак, в общем, это очень странный вкус, но он мне почему-то нравится. Кто пробовал такой коктейль, отзовитесь, моей дочке тоже он очень понравился, когда она однажды у меня его попробовала, теперь делает себе сама. В общем, довольно странно, но очень вкусно. Сейчас я читаю историю западной философии, не так, чтобы прямо от начала до конца, нет такой цели, вообще я никогда не ставила перед собой цель, но кроме того, как, например, в институте необходимо было прочесть какие-то книги, естественно, от начала до конца, но просто чтобы сдать в одном, во втором, в третьем институте. Ну, а в принципе, я беру какую-то для себя информацию, в данном случае я читаю сейчас философию Аристотеля, а тут у меня, видите, закладочка, вот, ну, мне иногда нравится вот такая литература, она помогает как бы немножечко остановиться, поразмышлять, куда ты идешь, для чего ты что-то делаешь в этой жизни, чем ты занимаешься, и это, знаете, такая у меня медитация для мозга, точно такая же, как, собственно, и калейдоскоп, который я вам сейчас показывала, только там была медитация для глаз. Иногда у меня бывает такая возможность приобрести люксовый уход и какую-то даже люксовую декоративную косметику, но это реже, по специальным ценам, ну, есть у меня такая иногда возможность, у одной моей знакомой, вот, она что-то может брать периодически для себя, ну, и, естественно, по моей просьбе, дает мне возможность приобрести те средства, которые я еще не пробовала, либо, которые мне очень-очень понравились, естественно, чуть дешевле, но, как бы, я контакты, понятно, никакие оставлять не буду. В общем, заодно мы с вами посмотрим, как работает люкс, лучше ли он бюджетных каких-то средств, потому что я сразу несколько, из нескольких брендов введу в свой уход средства. Это Boost Firming Body Creator от Shiseido. Одну баночку такую я уже использовала, по-моему, зимой я вам показывала. Мне понравился эффект, очень хорошо напитывает кожу, нет ощущения жирности на коже, отлично напитывает. Я нашла ему аналог, замену, но сейчас у меня его нет, этого крема. Это крем от Chaconate, я вам информацию вставляю всегда в описании к видео, а здесь просто вставлю фото этого крема, который является аналогом. Но у меня остался этот крем по очень хорошей цене, поэтому я, в общем, решила его повторить. Взять еще раз. Филер для заполнения морщин от Pyo. У меня нет глубоких заломов, но мне было бы любопытно попробовать его, знаете, в какие моменты? Под плотный какой-то консилер будут ли проявляться такие вот складочки, морщинки, лучики, после того, как я буду улыбаться, какие-то у меня мошки слетаются из окна. Я просто открыла окно, очень душно дома, не хочу включать кондиционер, иначе он будет очень сильно жужжать. Поэтому окно, а через окно какие-то животные залетают. В общем, наносится это средство на чистую кожу, под макияж, скорее всего, он как бы должен заполнять мимические морщины. Вот любопытно, будет ли тогда проявляться вот эти вот лучики в тональном средстве, когда ты проходил в нем целый день. Наверное, вы знаете, даже у детей это проявляется в гриме, когда они улыбаются. То есть это мимические морщинки, а потом вот тут вот такие прям складочки грима, да. То есть это не только у взрослых. Или, может быть, тогда не будет вот с этим самым кремом. Очень любопытно, давайте попробуем. Вот такой вот, видите, интересный носик. Ну, вероятно, он должен как-то распределять, что ли. Вот здесь отверстие маленькое. То есть он, видимо, должен прямо по морщинкам работать. Ну, посмотрим. Следующее средство тоже от Пайо. Это масло. Я говорила вам, что я постоянно использую масло на зону шеи и декольте. Мое, которое я использую сейчас в своем вечернем уходе, я показывала вам в своем видео, какое я использую, скоро закончится. Поэтому я решила, что, ну, вот за ту цену, которую она мне предложила, я могу позволить себе. Так что это вот следующий анонс моего вечернего ухода. На весь уход уже сверху я его наношу. Так, любопытно здесь что? Ага, здесь дозатор. Мне кажется, оно более жидкое. Видите, такое интересное очень масло. Нутриция. Надо будет почитать состав, какие здесь масла. Очень любопытно. Следующее средство. В общем, я брала либо то, что мне очень нравится, либо то, что я никогда не пробовала в жизни. Поэтому, ну, вот попробовать, чтобы было просто, что вам потом рассказать. Это калистар. Средство, которое дает матовость коже. Такой сорбет. Он какой-то ягодный или что-то в этом роде. У меня сейчас есть в моем проекте использовать по максимуму то, чем я пользуюсь каждый день. Калистар Би-Би крем. Поэтому, я думаю, в дуэте они должны работать хорошо. Если я сейчас буду надолго уходить, я попробую использовать вот этот вот самый крем на зону Т. Вместо дневного обычного крема. Посмотрим, как он работает. Потом я обязательно вам расскажу. Потому что зона Т иногда у меня блестит. Ну, если целый день я хожу в креме в каком-то тональном, либо, ну, просто жарко, да. Посмотрим, будет ли он работать именно так, как указано у него на упаковочке. То есть, мотировать. То, что я очень хотела попробовать, это Герлен Honey Lotion. Он для тела. И в том числе для зоны шеи и декольте. Термен, опять же, такой должен, ну, работать как подтяжка. Безумно красивая бутылочка. Видите, такая у нее крышка похожа на корону. Средство очень для меня интересное. Должно хорошо увлажнять, при этом питать и не быть таким липким. И не быть, видите, как водичка. Я так сейчас смотрю, очень похоже на, действительно, на какой-то нектар такой медовый. Надеюсь, что здесь непритерный какой-то аромат, неприятный меда. Кстати говоря, давайте попробуем. Не знаю, я еще не открывала. Какой аромат, друзья мои. Это какие-то просто духи, я бы так сказала. Какая-то туалетная вода. Шикарный, шикарный аромат. Знаете, на что похож? Честно вам скажу, на... Жадо. На Жадо, точно. Вот на что похож. Я немножко уже устала от аромата Жадо. Но это настолько вот легкий-легкий такой цветочный, медово-сладкий аромат, что я вполне нормально, я думаю, буду его переносить. Но это, конечно, такой вот ароматизированный уход, который нужно любить, ценить, понимать, ну, скорее всего, на вечер. Так что будем с вами все пробовать. И я вам потом дам какой-то отзыв, стоит ли или не стоит покупать это все, ну, уже за такую, за полную цену. Есть, конечно, все это еще есть в доступе. Я не проверяла, это текущая коллекция или какая-то, возможно, лимитированная. Честно говоря, не знаю, ребят, просто не было времени этим заняться. Что я еще хотела вам показать? Недавно я еще зашла вот в этот магазин. Штайнберг. Я показала вам уже кое-какие покупки ранее совершенные в этом магазине. Мне нравится там одежда. Очень интересный, большой размерный ряд, красивые цвета. А сейчас я хочу показать пару вещей, которые я там приобрела. Эту кофточку я уже показывала вам в Инстаграм. По-моему, не все поняли, что это очень-очень красивая такая вот не то что вышивка, а это бисер плетения, это вшитый прямо в материал бисер. Мне понравилось сочетание вот такого довольно простого кроя, скромного, и вот такого красивого, я так думаю, индийский, да, какой-то рисунок. Что-то такое этническое. Буду с удовольствием ходить в этой кофточке летом. Сейчас у них там, ну, в общем, довольно приличные скидки. По-моему, 50 даже процентов есть на некоторые вещи. И вот на эту вещь была скидка тоже 50 почти процентов. Стоила она 2 900 уже со скидкой. И вот такую сумочку для отпуска и, в принципе, даже просто по городу ходить для лета я приобрела в этом же магазине. Видите, какие у нее красивые ручки, такие вот витые, из веревочки фактически. Обычная она хлопковая ручка, а сама сумка из соломки. Внутри, в принципе, обычный хлопок, два кармашка стандартных. Один чуть побольше, а другой чуть поменьше. И вот один на молнии. Я люблю синие оттенки. Расцветка очень, на мой взгляд, симпатичная, классическая. Сумка такая, похожа на сумку шоппер. В общем, то, что она закрывается полностью на молнию, мне тоже очень импонирует. Я не люблю такие сумки, знаете, которые тут открыто, там открыто. Я не хочу искушать людей, склонных к воровству. Поэтому я стараюсь носить сумочки, ну, вот такие, полностью закрывающиеся. Вот такой у меня комплектик синего цвета. Теперь будет на лето. Такая сумка стоит там 2500 рублей. У нас с вами какие-то одни немецкие названия. Теперь Шрейбер магазин или Шрейбер, да. Меня поправьте, кто на немецком говорит. Это сеть магазинов очень, очень бюджетных таких товаров. Они в основном производятся где-то, по-моему, в Серпухове даже. То есть, это российский фактический бренд под руководством, ну, вот какой-то сторонней иностранной организации, как я поняла. Несколько офисов есть в Москве. И у них на сайте есть по разным городам России тоже офисы. Поэтому, кому интересно, вы, пожалуйста, посмотрите. В этом магазине очень много всего для детей, игрушек, каких-то таких для товаров, для творчества. Даже какая-то косметика китайская стала появляться. Ну, в общем, там масса всего. Расчески какие-то красивые косметички, упаковки шикарные, всякие скотчи. Ну, в общем, всего-всего, галантерея и что-то рядом с хобби. То есть, все-все так хорошо, очень компактно упаковано. В одном магазине огромный выбор. И мне кто-то из детей написал на канал такой вот отзыв. Жанна, спасибо огромное. Мы живем где-то, по-моему, в Серпухове. Девочки писали, и мы не знали, что рядом с нами такой шикарный магазин. Мы пошли и купили на все наши там карманные деньги. Столько всего. И мы бы никогда не купили, если бы вы не сняли это видео. Представляете? Так что, да, там действительно для детей просто рай. Особенно для тех, кто вовлекается творчеством. Там бессерплетением, рисованием. Там, возможно, вышивкой. Ну, в общем, все вот это там тоже есть. Теперь то, что купила я. Вы будете удивлены, наверное, но я купила лупу. Там все стоит прям до 100 рублей. Даже сейчас вот, ну, не буду прям по чеку каждый товар сверять. Я уже устала, не хочу смотреть в чеке ни в какие. В общем, очень все дешево. Что-то то ли 50, то ли 40 рублей. Ну, какие-то такие, в общем, цены. Ну, как вы думаете, для чего мне нужна лупа? Ну, конечно же, смотреть составы кремов. Как вы понимаете, они жутко мелкие, поэтому моя лупа одна, ну, почему-то не очень хорошо справляется, с которой у меня есть. Так что я купила, ну, вот такую более удобную с ручкой. Поскольку скотчи из магазина Фикс Прайс оказались мало липкими, да, ну, вот так я бы сказала, вот, я как Маяковский Новый Слава придумала, то я решила приобрести там в два раза, по-моему, еще даже дешевле. Вот такое безумное какое-то количество разноцветных скотчей. Они, смотрите, какие красивые. Вот, и это все именные товары, брендинговые, Шрайбер написано. И они, я думаю, будут лучше лепиться. Я отмечаю этими скотчами, как вы уже поняли, продукты из моего проекта использовать по максимуму, ну, просто чтобы быстрее их израсходовать, чтобы обращать на них внимание больше. Так что вот они у меня теперь будут красиво отмечены. Так, ну, это понятно, всем всегда полезно такое приобрести, ну, просто потому что дочка с куклами, да, занимается, я имею в виду, она делает сама своих кукол. И нам что-то иногда заклеить требуется. В общем, такие полезные штучки, как сейчас помню, они там стоят по 10 рублей, а не по 100, как в наших киосках за штучку. Вот такие суперклеи. Так что взгляните туда, у кого есть такой недалеко магазин. Обычно они в торговых центрах, но на сайте вы там себе, в общем, найдете, какой у вас ближайший выбор. Ну, и, конечно же, точилки, ластики, очень-очень дешевые, там что-то по 10 рублей, по-моему, а ластики вообще, по-моему, даже по 5 или по 3 рубля. В общем, вам туда, если вы используете или ваши дети, ну, понятно, в школе они все это используют, если вы нуждаетесь вот в таких мелочах и не хотите на них тратить по 100, по 200 рублей, как в обычных магазинах, они продаются очень дорого. Еще кисточки купила у дочки для рисования, видите, какие тоненькие, но, в принципе, вот такими кисточками можно даже и подводку наносить на веко верхняя и делать тонкую-тонкую стрелочку. Тут их 6 штук, стоил такой набор, по-моему, менее 100 рублей, вот так. Представляете, за 150 рублей купила вот такую красивую сумочку, в нее можно положить все, что вы хотите, вплоть до, ну, понятно, телефонов, документов, планшета, в общем, всего, чего только можно придумать себе. Она ведь такая вот мягкая, ваши какие-то электронные приборы не испортятся, вот такой у нее есть шнурочек, сюда он крепится. В общем, очень удобная вещь, такая красивая, там был довольно большой выбор, очень-очень качественно сделанная, прям вообще от кожи, по-моему, отличить даже невозможно. Смотрите, какая красота. Такие у меня были на этой неделе покупки. И сейчас уже поздний вечер, я уже буду наносить свой уход. Так что, как только у меня что-то закончится, следующее из моего ухода, я ввожу вот эти средства, ну, помимо них еще что-то, еще нужно будет, наверное, сыворотки какие-то обновлять. Но все это у меня есть в запасах. Мы с вами будем их вместе пробовать. И я дам свой отзыв, стоит ли действительно приобретать их вот такую, ну, вот, полную версию, где-то гоняться за ними, действительно ли они лучше, чем бюджетная какая-то похожая на них косметика. Ну, и надеюсь, что это видео кажется для вас каким-то интересным, возможно, успокаивающим, полезным с точки зрения отдыха после работы. Спасибо огромное, что вы были со мной. Я желаю вам удачи. И, конечно же, будьте благодарны за все, что имеете. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok